Мы находимся на мероприятии Смартлаба, мы будем транслировать бэкстейдж. А сколько человек пришло на эту конференцию Смартлаба? 300. Ха-ха, шутка с словом 300. 300 на 300, мечта тракториста. 300 на 300, мечта тракториста. Замечательно. Вы сегодня тоже будете выступать, у вас там круглый стол, как обычно будет. Какую проблематику вы хотели бы, так сказать, поднять и о чем бы вы хотели рассказать и донести, какую идею для наших... Мы тут общались, на самом деле, с тема порнороликов, которые мы смотрим, когда торгуем. И некоторые порноролики дают приезд сетапов, некоторые нет. И лучше смотреть их после обеда, но не до. Там с ассистированным проблемы. Мы обсуждали эту тему. Системная проблема, как бы, потому что... Обмениваемся ссылками, потому что не каждый эффект одинаков. Вот, как бы, ищем и оптимальные параметры. Дрим, это надо как-то убить. Вот, Smart Lab уже не дает того, что давал. Уже не то. Коррекция уже не та на Smart Lab, честно говоря. Сначала что-то нравилось, сейчас это лучше. Вот, вы, типа, самого серьезного человека здесь, судя по его бархатному костюму, очень дорогому, дорогой камере GoPro, дорогому галстуку и дорогой улыбке. Это Роман Вишневский, его сразу можно узнать. Управляющий партнер компании United Traders, мой коллега и хороший друг. Здравствуй, Рома. Здравствуй, Анатолий. Я буду просвещать местных трейдеров на тему того... Подожди, сразу тебя, извини, перебью. А можешь в стиле Батрудова? Как он на Comedy Club делает? Сейчас попробую. Давай, войди в образ, войди в образ, давай. Ну, значит, сегодня у меня образовательная цель выступления. Здесь собрались ребята. Я начала торговать в 2002 году. Первая сделка моя была в Цюрихе сделана. Соответственно, там я и обучилась. В Цюрихе ты хотел сказать? В Цюрихе. В Цюрихе? В Цюрихе. Это город такой, швейцарий. Извините. Да, 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 швейцарский город. Соответственно, там я научилась неким правилам, от которых не нужно отступать. И на протяжении всего времени, которое я занимаюсь инвестициями в фондовый рынок и валютный, я их не нарушаю ни один раз. Если мы возьмем всех остальных трейдеров, которые 95%, которые сливают свои депозиты, ну, будем говорить таким языком, то они какое-то одно из правил обязательно нарушат. Например, есть круассан с кофе, да, это правило ходит с цюрихских трейдеров? Нет, нет, нет. Например, не добавлять к убыточной позиции. А вы думаете, кто-либо из нас добавляет к убыточной позиции? Нет. О чем, кстати, разговаривают пьяные трейдеры? Пьяные трейдеры разговаривают исключительно про акции, риски и вообще доверительное управление. А кто лучше всех танцует на елке? О, это, конечно же, я. Ладно, все, это неинтересный собеседник. Абсолютно. Заканчиваем. Василий Оленик, который точно знает, куда пойдет рубль. Вот мы говорим о риске девалюации рубля при вкладах в консервативные банки. И так далее.